250 тысяч рублей вообще на все сделать круто нет ни стяжки не штукатурки не или копейки пытаешься найти человека сильно гонишь за качество нас вот только 7000 у нас бюджет 4000 рублей на диван его явно привезли с дачи вот мы и со стульями можно не очень качественно что нам пришло за неделю две штуки с доставкой получились 2 900 вот пошли дальше такая карабуля как думаешь это мне кажется круги у нас их три штуки два больших один маленький прозрачный провод очень классно выглядит кстати основательно так то есть на себя никакая там не они тяжеленькие неожиданно маленькая 1205 большие по 1590 все вместе получилось 4 185 и основание такой я довольна пошли дальше вот точно 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 три подвеса все светильники перекликаются почему так вот светильники быстрее всего пришли значит их больше всего заказываю хотя мы думали что будет очень долго идти поэтому мы заранее все каждый стоит по 1423 за три штуки модели 4 269 пошли дальше или ковер метров ну слава богу, это наволочки на подушке, вдруг до этого китаец какой-нибудь это делал, не нормальная подушка, все хорошо, прям очень даже, замочек тут, у нас еще штук 10 таких должно прийти, только другого цвета, у нас красные акценты, по 219 за каждую, 438 в итоге, ткань прям такая набивная, подвесная полка на кухню, можно было взять в леруа, но она в леруа поменьше, это больше, цена? 240, а в леруа поменьше стоит 260, символент опять, душевая штанга со смесителем и тропическим душем, самый дешевый вариант, который нас устроил, 2,100, ничего особенного, хромированный тропический душ, лейка, ну сама штанга, вы ее уже видели, что ж такое-то, и вот такой вот у нас смеситель, довольно симпатичный, все как хотели. Мы решили немножко выпендриться, купить самые дешевые натяжные потолки, но вы знаете, за 100 рублей за квадратный метр, натянуть их по-особенному, будет необычная, вот как у всех, огромная щель между концом натяжного потолка и стеной, которая забивается уродской резиночкой, и с этим ничего не сделает. Профиля называют скраб, как бы они бесщелевые должны быть, бесщелевые, потому что натяжной потолок, когда заходит в них, еще определенным образом подворачивается, и этот подворот как раз убирает щель. Профиля, кстати, на наш метраж абсолютно недорого вышли, 3,400 получилось. Но я вообще не понимаю, почему до сих пор они активно не используются, и все делают по старинке. Когда мы узнавали, кто их может натянуть, то очень многие люди отказываются. Они вообще не понимали, а зачем вам это? Многие говорят, что их очень непросто правильно сделать, надо быть не рукожопом. За счет вот этой многоуровневости потолок подворачивается под последнюю, и без щелей натягивается. Кто дизайнер этого дивана, скажите, пожалуйста, зачем эти газеты? Заехали мы в сток-центр, который вы нам в комментариях советовали, спасибо. Следили за диваном целую неделю, выслеживали, когда он придет. Диван за 5 тысяч с газетными вставками, планировали его перешить, более-менее будет клевый диван, но... Увели с подносом буквально... Угнали, угнали за 3 часа до нас. Ну, на самом деле, к лучшему, мне кажется, найти какой-нибудь диван на авито, переобить его, и будет лучше гораздо, и качественнее возможно. Тут сток, они со всей России свозят выставочные образцы, они в меру порченные, есть совсем юзанные, есть не очень, в зависимости от этого скидка. Здесь 50% на диван, так в обычный день он стоит 10 тысяч, этот готовы продать, они были за 5, но его взяли. Пришло время заливать стяжку, но случился маленький нежданчик. За то время, что мы считали, цены и рынок немного изменились. Теперь это стоит 600 рублей за квадратный метр, и самое главное, дешевле 25 тысяч рублей они не хотят делать маленькие метражи. В нашем случае это вообще 800 рублей получается. У нас даже с запасом было заложено 18 тысяч рублей на все про все, и перерасход в 7 тысяч вообще никак не уместен. Прозвонил я уже человек 10-15, все говорят одно и то же, никак не соглашаются, не торгуются. Как так получилось, неизвестно, но оно так. И остается у нас два варианта. Либо мы как-то договариваемся, что-то думаем, либо идем старым методом. Мокрый стяжка. Заносим песок, заносим цемент, воду, и всю эту грязь разводим и делаем. Но делать я это не очень хочу, потому что это долго, геморройно, и есть риск подтопления соседей. У нас соседка ремонт сделала снизу. Почему мы придем, что из этого получится, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Не договорились мы ни с кем. 25 и все, вообще никто не уступает. Человек 50 отзвонил. Вот это братство, вот это я понимаю, солидарность. Пришлось пойти на хитрость, найти человека, кому еще нужно в подъезде сделать стяжку. И за опт сторговаться. В итоге у нас получилось 100 квадратных метров. Нам сделали по 600 рублей, так как их обычная цена за нормальный метраж. И мы уложились 18 тысяч. Вы пишите, что все можно сделать еще дешевле, если делать самому. Ну а если своровать все материалы, то вообще будет бесплатно. Смысл нашего проекта в том, что любой, имея 250 тысяч рублей, телефон и наш дизайн-проект мог это повторить. Без каких-то навыков и сверхспособностей. Наконец-то решился вопрос со столяркой. Мы купили мебельные щиты. Это большое изделие с клееного бруса, полностью обработанное, из которого делают мебель из массива. Мы их сейчас напилим, как нам нужно. Все деревянные изделия в квартире закроются. Это полки, это откосы, это подоконники. Плюс мы еще переиграли. На кухне у нас столешница будет не из ЛДСП с пленкой, а будет полностью из этого же мебельного щита. Будет намного круче. По цене практически так же. Ситуация по слэбам мне казалась совершенно непростой. Лучшее, что нам удалось найти, это слэб из сосны за 5000 рублей, который, мягко говоря, не совсем подходил по размерам. Слэба нам нужно было два, и отдавать за две деревяшки 10 тысяч рублей совершенно не входило в мои планы. Я уже был готов отчаяться, поехать в лес, найти какое-нибудь старое упавшее дерево, засунуть его в свою машину и отвезти на столярку, чтобы он мне напилил так, как нужно. Но, как говорится, язык до Киева доведет. И сегодня, забирая мебельные щиты со столярки, мужик сказал, ребят, вам нужны же слэбы? Мы такие, да. А вот там вот в 100 метрах направо есть огромная площадка, где ребята закупают лес и пилят слэбы. Да ладно? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Эль, что важно во входной двери? Прочность и непробиваемость. Хороший замок, я думаю. В общем, мы идем за дверью нашей щиты. И все это за 5 тысяч. Входим вроде сюда. Вроде бы сюда. Эль, мне кажется, это неприлично дорогие двери. Мне кажется, нам не сюда. Мы пришли на склад. Только ничего не видно. Хорошо. На ощупь. Рыбные двери. И ты, в принципе, ты делаешь вашу смену. Ага, да. Ну, в этом начате, в этом смене. Мне кажется, нам подходит. Это 5 тысяч с ручками? Конечно. Да, это с ручкой. Супер. А снаружи металлическая? Снаружи металлическая. Ну, вот можете показать вот как вот эта вот дверь. Красота. Вот она будет вот такая дверь. С виду нормально дорогая дверь. С такой. Одна тут ручка будет. Замок такой цельной. А с толщинами металл какая? Один-два. Однерка. Ну, не обмануть. Но она не как Китай. Там не променаясь. Размер наш, да? Размер ваш. Она самая некривинальная. Город. У нас как в Дубае. Ноль преступлений за сутки. Так что вы не переживайте. Мою соседку ограбили под Новый год. Я даже не услышала. Ну, что, берем? Ну, ставьте бронь. Мы ее берем. Две недели, да? Да, я думаю, даже раньше. Все, хорошо. Вообще офигеть. Мы хоть мир повидаем, как выглядит склад дверей. Берем-то дверей. У-ху. Мы мега довольны. Просто как удавы. Мы реально купили дверь за 5 тысяч. Нам ее отложили. В течение нескольких дней мы ее заберем. Рабочие нам ее установят. Мы просто молодцы. 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 Молодцы.